Есть еще одна часть психики, называется чувство собственного достоинства. Важно знать, в ней там много кривотолков. Например, некоторые говорят, позволяй себе все. Неправильное отношение с чувством собственного достоинства. Или говорят, люби себя. Неправильное отношение с чувством собственного достоинства. Некоторые говорят, будь гордым. Неправильное отношение с чувством собственного достоинства. оказывается не себя надо любить нужно просто любить себе способность делать добрые дела а также в себе поругать себя любить себе вот это что я могу себе сказать правду вот это надо любить себе но не себя любить понимаете любить других людей и просто знать что все хорошо я правильно идут что значит как бы вот правильное отношение к себе вот представьте сейчас приехал начало ждали с ним все сразу взяли ушли зала это же кошмар понимаете ну то есть нет любви в неправильном работе чувство собственного стоимость это очень важно знать допустим женщина меня спрашивать недавно совсем говорит олег геннадий почему от меня ушел муж я говорю потому что вы потеряли себя в отношении с ним что значит потеряла себя игры вы постоянно как бы заботились о нем делали все как ему хочется олег геннадий по вашим лекциям по вашим лекциям да правильно по моим лекциям только одна сторона медали одна сторона медали как есть такая пословица древняя ведическая что один как бы глупый человек он смотрит что курицы у него была ферма куриц как бы он посмотрит курицы несут яйца все время но при этом как бы это хорошо потому что яйца дают ему деньги но при этом они едят еще и как бы он думал это плохо потому что постановка и он решил отрезать одну часть составе другое попробовать чем будет понимаете ну чтобы осталось только чтоб не слиться они ели при этом это глупый человек и будет такая глупая история чему я это все говорю потому что человек должен понять что если он делает только одну часть то тогда это получается глупость ну то есть если женщина не воспитывает мужа а просто ему служит значит тогда он уходит или просто воспитывает его не служит когда он тоже угодит нужно делать и то и другое а вот это и есть правильная работа стоп чувство собственного достоинства это всегда и ходьба полезью бритвы может с одной стороны есть унижение с другой стороны гордость а между ними есть истина и силы человечество только когда у человека правильно работает чувство собственного достоинства становится красивыми гордая женщина красивая гордая красивая но недоступная может так всю жизнь прожить одна и она не может чувствовать любовь гордой женщины у нижная женщина некрасивая не красивая вот унижена унижена судьбой некрасивая, гордая, красивая, но никого нет рядом. А надо посередине, чтобы стало чувство собственного. И как его сделать посередине? Есть только один способ – забыть про себя и начать служить другим, заботиться о другим. Это подвиг, человеческий подвиг внутри. И если человек отвлекается от себя, то есть чувство собственного достоинства – это я. Пока я думаю о себе, а почему я думаю о себе? Потому что мне надо дышать, есть, у меня есть семья, у меня есть дети. То есть все в этой жизни заставляет меня думать о себе. Но если человек с помощью разума и знаний отвлекается постоянно от себя и пытается заботиться о других, тогда его чувство собственного достоинства встает в правильную позицию. И это называется истинное эго – правильная позиция. А когда жизнь заставляет человека думать о себе, он в ложную позицию встает. Называется ложное эго. Когда человек думает о себе и делает добрые дела, он становится гордым. А когда человек не делает ничего для других, он становится ленивым, допустим. Понимаете? То есть это все деятельность эго. Но когда человек делает добрые дела и при этом не думает о себе, тогда его психика встает в правильную позицию. Он к себе хорошо относится? Хорошо, но об этом не думает. Не думает. Как только начинает об этом думать, сразу проблема. И эго человека, оно настолько хитрое. Вот допустим, человек приходит к наставнику и говорит, учитель, я самый падший, я самый падший. Он говорит, ты не самый падший, это просто падший и все. Иди, эго неправильно работает. Иди, делай что-то полезное. Перестать думать о себе. Учитель ему говорит, я самый падший. То есть он опять о себе. Некоторые люди говорят, ты Олег Геннадьевич, я, я, я. Я говорю, может, вы о ком-то еще спросите? Да? Он говорит, мне так плохо, я, 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 мне, мою. Вот. Человеку надо от себя отвлечься, и тогда ему хорошо станет. Потому что пока эго человека работает неправильно, счастья в жизни не будет. У нас плохая страна, у нас плохие люди, у нас все плохо. Это тоже эго неправильно работает. У вас все хорошо, у вас хорошие люди, у вас хорошая страна. Напряглись? Напряглись? Означает неправильная работа, чувство собственного достоинства. И значит, что не будет счастья в жизни. Станьте сильными. В отношениях с собой означает любить Родину, любить людей вокруг, любить старших. Надо ко всему относиться с позиции силы, и тогда все выровняется, все станет хорошо. Если правильно с верой к мужу относиться, он становится сильным. К правительству с верой относиться, оно становится сильным. И так далее. Все начинается с чувства собственного достоинства у человека. Начните с этого свою жизнь. Чувство собственного достоинства всегда включается в жизнь правильно, если человек принимает свою судьбу. Сначала надо принять своего дурака. Своего дурака. Это закон судьбы. Это закон судьбы. Для начала. Для начала. Нужны силы для принятия. Но сначала нужно принять. Или, допустим, вы начинаете всем заботиться обо всех. Такую жизнь идете. Или вы начинаете спортом заниматься. Имея не спортом, а на природе бегать там и так далее. Или вы силы берете от молитвы в храм. Выберите, где брать силы. Но если человек не может нигде брать силы, он не может быть нормальным и здоровым. Не может быть просто. Физически. Каждого человека своих сил не хватает. Вам не хватает сил природы, женщины. Вы любите людей, да. Вы любите людей. Вам сил природы не хватает. Вы теряете силы, теряете здоровье сейчас. Потому что вы ленитесь, не хотите на природе двигаться, не хотите контактировать с природой. Иначе здоровье будет таять. Видите, вы не согласны со мной, да? А? Вы как? Странно. Как? Странно. Странно, что я сказал это, да? Отлично. А, согласны? Да. Отлично. Вы все это делаете. Но вам не хватает силы природы. Значит, надо делать больше. Потому что сейчас идет тяжелый период. Вам надо больше на природе. Еще больше, да. Больше движения. Иначе не справитесь. Идет процесс в организме, который лишает силы. Вы чувствуете слабость. Вот это все. Так вот? Не чувствуете? Я чувствую. Поверьте мне. Вы родственнице что ли? Ага. Все хорошо. Итак, чувство собственного достоинства — это очень важная вещь. Чтобы оно работало правильно, надо сначала всё принять. Когда человек всё принимает в жизни, это тяжело очень. Но когда человек всё принял, с этого момента он совпал со своей судьбой, синхронизировался. И теперь он может правильно себя оценивать, всё, что происходит. У него трезвое восприятие становится. Пока человек не принимает мужа, не трезвое восприятие. Он плохой, он мне не нравится, я не знаю, зачем из-за него замуж вышла. Не трезво восприятие. Приняла — всё, теперь не он плохой, а я плохая. Теперь я начинаю работать над собой. Не то, что я плохая и всё будет, я плохая, плохая. Нет. Один раз сказала, я плохая, десять раз делала что-то. Чтобы быть хорошим. Правильная работа чувствовала, собственно, один раз сказала, что я плохая. А потом десять раз исправила это. Это правильно. Извините, пожалуйста, что я вам это всё сказал. Простите. Но вы потом поймёте попозже, о чём речь. Я просто, ну, может быть, Бог вам помог таким образом. В организме идут процессы, которые требуют больше сил, нужно больше сил на природе, больше быть для того, чтобы жить. Жить. Вот, надо больше брать. То есть, нужно контакт с природой, чтобы, ну. Я же сказал с самого начала, что у неё очень хорошая сила в отношениях с людьми. Да. У нас слишком много и постоянно... Нет, это хорошо. Но нужна такая же, нужен контакт такой же с природой. Границы нет никакой. Я тоже много людям отдаю. Нет границ. Просто нужен баланс. Вот если человек много отдаёт, ему нужно так же много быть на природе. Контакт с природой нужен. И с Богом контактировать много надо. Вот в этих трёх вещах нужен баланс. Если только в людей уходить, то начинается истощение в организме. И когда человек принял свою судьбу, то он может реально всё понять. И дальше он начинает укрепляться, он начинает действовать, отдавая, он начинает жить, активно действовать и побеждать свою судьбу. Но если человек не принял свою судьбу, он постоянно злится, печалится, ссорится. Он постоянно считает, что кто-то мешает ему жить. То есть он бунтует против Бога, против своей судьбы. Такой человек не сможет быть счастливым никогда и никак, пока он не примет свой крест. Поэтому Иисус Христос и показал, как надо принимать. Понимаете? Прими сначала, а потом станешь трезвым, станешь разумным, побеждишь судьбу только после этого, а не до этого. Вот так. Это очень важно знать. Принятие судьбы означает настроиться очень сильно по отношению к своей жизни. Нужно уметь учиться прощать. Нужно отдавать себя в отношениях. Нужно реально понять, что такое любовь. Часто мы любовь под любовью понимаем наслаждение. А мне, Олег Геннадьевич, зачем мне жить с этим человеком, если я не чувствую счастья в отношениях с ним? Он меня трогает. Никакого результата. Не, ну женщина, что вы смеетесь? Вы же все так думаете. Это из сердца не уберешь, эти мысли не уберешь. Но это не означает, что это и есть настоящая любовь. Это просто так, как хочется, понимаете, нам. А любовь настоящая, это другое. Это та сила, которая дает возможность жить вместе и быть счастливым по-настоящему. И об этом надо знать, и мы об этом будем говорить. А в целом, как бы, надо научиться жить сначала, жить правильно. Сейчас я вам объясню кое-что. Если женщина всегда имеет слово в семье и высказывает свое мнение, и мужчина очень серьезно прислушивается к нему, то он спасается от самой большой беды. Потому что жена является сердцем мужа. Женщина естественным образом предчувствует судьбу своего мужа. Представляете, так Бог сделал, что женщина знает судьбу своего мужа. Если она ему верна, вот условие, если она ему верна, то она чувствует его судьбу и всегда ему скажет то, что ему в жизни поможет. Но он всегда будет считать, что это не обязательно. Неважно. Приведу пример. Где-то месяцев шесть назад я почувствовал, что у меня в правом глазу началось какое-то напряжение, какие-то спазмы. Я думаю, так, надо то, сё. Начал как-то заниматься вопросом. И смотрю, это все усилится. Потом мутнеет, начало в правом глазу. Я понимаю, спазмы, да, мутнеет из-за спазмов. Но не придавал этому большого значения. И когда я это все рассказал жене, она мне раз и к профессору глазному. Я думаю, да я сам профессор, что я туда пойду, он мне ничего толком не скажет вообще. И пошел, потому что она настаивала. То есть я просто решил выполнить это правило. Ну, а вот жена хочет, чтобы я сходил. И я иду. Все. Мне сто лет это не надо. Я когда пришел к врачу, он говорит, на что вы жалуетесь? Я говорю, я ни на что. Жена жалуется на мое здоровье. Она села и начала рассказывать. Он говорит, слушай, вот так оно и есть в жизни. Он мне так. Он профессор уже знает. Он обнаружил у меня сильное повышение глазного давления и сказал, что если и так будет продолжаться, еще несколько месяцев у вас будет отслойка сетчатки. Выписал мне капельки на всю жизнь. Сказал, всю жизнь будете капать капельки. Ну, так как я как бы другой врач, другого профиля, я просто нашел себе семена, которые влепил в уши, и они держат мне глазное давление постоянно. Уже пять месяцев ничего не повышается. Если у вас повышается, можете у нас полечиться в центре. Мы вам точно так же сделаем. Ну, о чем эта скрытая реклама? Вот о чем я хочу сказать. О том, что она спасла мне глаз, жена. Я врач сам, я сам знаю, что мне надо. Но она мне спасла глаз. И таких случаев в моей жизни было очень много. Ну, просто потому, что я принимаю это правило, что когда жена говорит, надо слушать и принимать это все. И эта возможность, когда женщина говорит, ты слушаешь, дает возможность также сохранить семью. Потому что для женщины вот это ощущение вакуума в отношениях с мужем, оно может иметь колоссальную силу. Мужчина даже не представляет, насколько это опасно. Поэтому, хоть и кажется, что это вообще то, что она говорит, ты вообще такой ценности в моей жизни большой не имеешь. Это какая-то глупость. Но мужчина должен слушать внимательно, соглашаться, принимать, потому что это на самом деле имеет очень большую ценность. Потому что женщина контактирует с подсознанием мужчины. Она знает о нем больше в той сфере, в которой он о себе вообще ничего не знает. Допустим, она говорит, перестань сейчас ругаться с начальством, с начальником. Сейчас, перестань, я чувствую в этом опасность. Она не может объяснить. Это значит, что он его может уволить. Все. Это стопроцентный факт. То есть, женщина является сердцем мужа. Она чувствует опасность. Только по этой причине мужчина должен всегда внимательно относиться к словам жены, к ее настроению, мыслям и так далее. Потому что это и раскрывает ему многогранном большее его жизнь, его судьбу. Но это дает также возможность сохранить отношения, потому что женщина таким образом чувствует, что она ему нужна. Вот как ни странно. Вроде бы он деньги приносит, зарплату приносит. Вот смотрите, вот это в этом интересно так. Мужчина пахивается, приносит зарплату. Это все для нее само собой. И денег всегда на самом деле мало. То есть, он упахивается, а результат какой? Прямо противоположный. То есть, она говорит, денег-то все равно же не хватает. И он, ну господи, я упахался уже, а ей все не хватает. Мои хорошие. И не будет хватать. Точно так же, как вам надо лучше, чтобы готовила все время, больше улыбалась, вот нежнее, ласковее и так далее. Бесконечно, никогда не будет хватать. Точно так же, никогда женщине не будет хватать вашей зарплаты. Это невозможно. И в этом вы не найдете защиты. Хотя это надо делать. Защита в семье приходит к мужчине от одной простой вещи. Если он просто внимательно и заботливо относится к жене. Она что-то говорит, он внимательно слушает. Она как-то себя ведет, он пытается ее понять. И вот это для женщины такой ценностью большой является. Так она сильно благодарна за это, что она просто ради этого готова остаться с ним. Только просто ради этого. Я что-то правильно или неправильно говорю, женщина? Но у мужчины в психике нет этой опции. Он не знает, зачем вообще это все надо. Потому что вот эти близкие беседы о том, что у нас с детьми. Как мы чувствуем друг друга, ему сто лет не нужны. Это все равно, что для мужчины. Все равно, что когда идет сражение на поле боя, ему разрабатывать стратегию войны с тараканами. Вы понимаете? В квартире. Ну то есть у него совсем другое мышление. То есть для него это вообще другая область жизни, которая вообще как-то... Ну она вообще его не касается никак. Какие у нас с тобой отношения? Вот женщина спрашивает мужа. Какие у нас с тобой отношения? Знаете, какие будут ответы? Женщина. Нормальная. Потому что он в этом вообще не разбирается. Это не его сфера жизни вообще. Женщина. И представлять мужчина, который в этом не разбирается, не его сфера жизни, просто из-за того, что он имеет знания об этом, берет и начинает так себя женщиной вести. И с этого начинается совместная семейная жизнь. Это называется уважение. Это очень мощная вещь. Теперь женщины вдохнули-выдохнули. Теперь про вас. Смотрите, мужчине очень ценно, что его воспринимают как героя. Как человека, который чего-то достиг в жизни серьезного. И кто должен воспринимать его таким? Жена. И когда мужчине такая поддержка идет от жены, несмотря на то, что она видит все его недостатки и не может их забыть. Вот мужчина видит недостатки жены тоже, но их забывает постоянно. И он постоянно удивляется. Он когда какой-то недостаток у жены видит, он такой, да ты че вообще? Он так удивляется, когда видит недостаток. Но он не знает, что женщина, его недостатки все видит постоянно. И никогда о них не забывает. И когда он ей, да ты че вообще говорит? Она достает пулемет своей памяти такая. И симптом, ну прямо это, хронологически. И вот эта женщина, которая видит все недостатки своего мужа, и так же, как с недостатки своего мужа, она так же сильно видит хорошие качества соседа. Потому что женщина вообще всегда очень оптимистично относится к мужскому началу. Женщина, ну она так же, как мужчина, она божествляет женское начало. Любой мужчина, она божествляет женское начало. Любая женщина так же божествляет мужское начало. Но не в муже. Потому что в муже она видит свою судьбу. А вот сосед, понятно, мы сейчас о другом, о другом. Смотрите, женщины, несмотря на все это, вам надо, просто потому, что у вас есть знания и понимание жизни, все равно говорить мужу, ты сможешь, у тебя все получится, я в тебя верю, ты у меня крепкий, сильный. Вот с этим мы справимся, и с этим тоже справимся, и постоянно вот на такой позиции быть, всегда. Вот точно так же, как в мужчине, вот перед женщиной она… И он… Это называется уважение к женщине. Мужчина, слышишь, да, она… Уважение к женщине. Уважение к мужчине. Работы нет. Все будет хорошо. Ты сможешь. На баб смотрит постоянно. Ты у меня верный. 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 Бухает. У тебя от природы склонность не бить. Ты такая природа, бросишь обязательно. Ты такая природа, точно я знаю. И так далее. Это называется уважение к мужчине. Это не значит, что не обращать на это внимание. Только пошел в сторону чужой тетки сразу, как бы близкие отношения, до свидания, позиция жесткая, то есть такая… Все очень твердая позиция. Не давать, не позволять. Вот. Мужчине, как бы, терять себя. Не позволять никакими способами. Но при этом верить в него. Это называется уважение. И с этого начинается совместная жизнь. Если, понимаете, вот, как мужчина… Просто давайте тонкий механизм. Вот смотрите, тонкий механизм женщины. Как мужчина становится кобелина. Это возможно для любого мужчины быть кобелина. Понимаете? Итальянская такая фамилия. Вот. Как это возможно? Вот смотрите, тонкий механизм. Мужчина смотрит женщине в глаза. И она в это время думает, я бы могла себе найти и получше. До свидания. Или второй вариант. Он смотрит женщине в глаза и видит верность. Все. Тогда он… Понимаете? Верность является ключом к энергии любви. Мужчине нужна энергия любви. Он без нее не может жить. Поэтому мужчины испиваются. Почему мужчина пьет? Потому что это искусство, это заменитель энергии любви. Понимаете? Как есть заменитель сахара там. Это заменитель энергии любви. Спиртное. И поэтому мужчина пьет, что ему не хватает. А энергии любви может хватать, если он видит верные глаза. Вот когда верные глаза он видит, тогда через них начинает ему в сердце течь любовь в мужчине. И тогда он чувствует, что он хочет жить с этой женщиной, потому что ему нужна любовь в мужчине. Понимаете? Он не может без нее жить. Женщина может любить маму, кошку там, детей, кого угодно. Она наполняется энергией любви во всех отношениях. Она независима так сильно, как мужчина. Поэтому она и не пьет. Ну, за редким исключением. Женщины не спиваются. Почему? Потому что у них хватает любви. А мужчины не хватает, поэтому он спивается. Если жена, она, это мой единственный человек, я верю в это, тогда все. То есть он чувствует вот эту энергию любви от жены. И он остается рядом, не бросает. Хотя от девушек красивых полно. Чем старше, тем жена менее красивая, а девушке красивее становится. Но он не бросает, потому что она для него дороже. То есть она верит в него. А кто еще будет верить? Я же не совершенный человек, он так думает.